Всем привет! С вами Александр Седин. Мы продолжаем наш курс по основам языка Swift. И сегодня у нас на повестке дня вычисляемые свойства класса. Открываем наш Playground. Ну и, собственно говоря, я уже создал здесь немного кода для наших примеров. Итак, у нас есть класс Person, который описывает какого-то человека. У него есть, собственно, имя и фамилия. В данном случае FirstName и LastName являются определяемыми свойствами класса. Мы их определяем с вами в конструкторе в данном случае. Давайте создадим вычисляемое свойство. Назовем его FullName. Соответственно, указываем тип данных и затем открываем кавычки. В этих кавычках у нас обязательно должно быть ключевой основа Return. И, собственно говоря, то значение, которое мы будем возвращать, когда мы будем обращаться к свойству FullName. В данном случае это FirstName плюс LastName. И теперь, если мы в экземпляре класса обратимся к свойству FullName, то у нас, соответственно, отработает данный блок кода. И нам вернется JohnDo. Собственно, чего и требовалось ожидать. Вычисляемые свойства классов очень похожи на функции. То есть мы могли бы здесь, в принципе, написать функцию FullName. Возвращает строку. Но это достаточно громоздкая запись. И вот для таких конкретных ситуаций проще пользоваться вычисляемыми свойствами. Давайте рассмотрим еще один пример. Пример из геометрии. У нас есть класс, который описывает квадрат, Square. У него есть, собственно говоря, длина стороны. И конструктор, который инициализирует эту длину стороны. При инициализации данного класса. Соответственно, давайте научим наш класс считать площадь квадрата. Соответственно, она у нас тоже будет типа Double. Это тоже будет вычисляемое свойство. И возвращать она нам будет длину, умноженную на длину. Давайте проверим, как это будет работать. В консоль выведем SquareArea. Так, да, все правильно. Соответственно, площадь квадрата с длиной 5 равна 25. Теперь. Давайте сделаем так, что при смене площади квадрата наш класс автоматически бы менял длину. Вот здесь нам потребуется уже более сложная конструкция. В частности, так называемый setter и getter. Метод get у нас будет в данном случае вызываться, когда мы будем просто обращаться к переменной aria. А метод set будет вызываться, когда мы переменную aria будем менять. То есть, в нашем случае нужно будет поменять длину. И это будет квадратный корень от new value. New value в данном контексте это то новое значение, которое мы будем присваивать значению aria. И давайте проверим, как это будет работать. SquareAria равно, например, 36. И выведем, собственно говоря, длину консоль. И, пожалуйста, да, видите, у нас автоматически заменилась длина стороны квадрата. Так, ну и давайте еще один пример рассмотрим, который нам покажет, что мы можем следить за изменениями переменной. Например, у нас есть класс банковский счет, банк аккаунт. И есть переменная баланса. Соответственно, наша задача смотреть за тем, как эта переменная будет изменяться. Для этого используются соответствующие методы willSet и didSet. Соответственно, willSet будет вызываться перед тем, как мы будем менять эту переменную. А didSet будет вызываться после того, как мы уже поменяли эту переменную. Ну и здесь, например, мы можем вывести в консоль, что отправляем SMS держателю счета. Причем здесь также у нас доступна будет такая переменная, как newValue. То есть это то новое значение, которое мы присваиваем переменной balance. Ну и давайте, например, выведем его в консоль. DidSet у нас же вызывается, когда мы уже присвоили значение переменной новому значению. То есть в данном случае мы с вами проверим, если, например, balance у нас будет меньше нуля. Тогда значению balance мы присваиваем значение 0. То есть в минус в данном случае у человека выйти не получится. Ну и, собственно говоря, давай протестим. Давайте протестим, как это будет работать. Соответственно, если мы сейчас запустим, да, то мы увидим с вами, что отправляем SMS держателю счета 50. То есть два раза у нас отработал этот метод. Но после того, как мы выставили значение переменной в минус 50, давайте-ка посмотрим, а что у нас в ней на самом деле находится. И там находится 0, да. То есть у нас отработал метод DidSet, проверил, что новое значение balance меньше нуля и присвоил значению balance значение, равное нулю. Собственно говоря, это были вычисляемые свойства классов. Это достаточно удобная тема в свифте, которая очень сильно упростит вам написание кода. Вот, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Если вам все понятно, то ставьте лайки.